доброго времени суток поздороваться сегодня будешь едем светофор мы что-то вчера ездили ездили по магазинам и вот все равно позабывали что нам нужно купить хотя в течение недели обговаривала там мне нужно порошок мне нужно молоко потому что я булки пекла у меня все закончилась и все равно там модель иногда просит не будет отель иногда просит и туманку то такое что-нибудь молочное и вообще молока нет все на булке вот поэтому надо что-то купить вот мы обговаривали надо то надо то в итоге что-то купили все даже то что вообще не планировали порошок молоко ну такое что-то ничего не купили мы вообще заедем светофор посмотрим больше для развлечения если честно посмотрим вообще что там есть и чтобы дома не сидеть сегодня у нас погода хорошая мы планировали сегодня ехать на пикник ну как слова планировали так спонтанно я говорю все все едем на пикник и начали собираться и как-то дети загорелись адель уже прям была в восторге уже спаковала сумку что с собой будет брать а потом посмотрели погоду это было час дня посмотрели что в три часа будет дождь а он да она вот только сейчас в пять начинает моросить то есть могли бы съездить и провести время но в итоге до . она расстроилась пошла на улицу созвонилась с подружкой не захотела думаю сидит ну понятно что тепло вот а мы тоже решили сидели сидели играли в карты вот уже уже надоело дома вот это не хочется и поехали мы сначала думали пешком идти сходить но это вот сюда мы поехали вам далеко вот этот светофор есть ближе мы думали ближе не сходить но уже сели в машину потому что дождь начал капать но такое еще не дождь дождь но что-то капало а вот и мы уже решили ехать а то еще намокнем так как особо везучие так что сейчас посмотрим что есть светофоре может что купим может может просто прогуляемся себя покажем на людей посмотрим я вообще не люблю так ходить да вот если мне ничего не надо я в магазине иду потому что особенно в какие то вещи там знаете порошок мерить но порошок мне в любом случае нужно да если там есть что-то то я его вот не люблю ходить магазин знаете там ну я просто меряю или ну я просто вот просто так вот не думаю ничего делать так я вот просто нет это к ним в магазине не хожу особенно если мне еще продавец могут уделяет какое-то внимание нет я не хочу не меряю ни если у меня нет денег если я Я не хочу это покупать. Так для общего развития я не отнимаю чужое время и свое, и как бы нет. А если уже целенаправленно, то я уже прям целенаправленно иду, и голову не дурю, и знаю, что я хочу, и четко, конкретно. Ну, как муж говорит, я хороший покупатель. Хотя в том же и плохой, да. Ой, сегодня здесь тоже много людей, много машин. Или это немного? Ну, как всегда. Ну, и есть столько, что ли. Ну, в общем, сходим посмотрим, что-то меня это слово в общем преследует. Ну, ладно, буду стараться исправляться. Поснимаем внутри, покажу, что там есть. Мы зашли здесь рядом в магазин Маркет. Рядом со светофором здесь такие вот формы для запекания. У меня вот такая вот я съемки и кексы пеку. Очень мне нравится. Моющие, чистящие. Плиты. Плитка газовая. Шестьдесят три рубля. Вот цена, наверное, на нее. Очиститель дымохода. Двадцать восемь рублей. Ух, не видна цена. Девяносто семь рублей. Шесть литров казан. Здесь сто шесть рублей, восемь литров. Цельного нет, потому что? Молока нету такого, как нахожусь. Цельного нет, там такой, какой-то есть, как и палок. Может, он смотрит жидкость летнюю, стеклоомывающую. Он вообще за копейки два рубля. Мухобой называется. Мухобой. А, мухомой. Мухомой? Мухомой. Ну, бери, ну, боже мой. Вот для прополки огорода есть приспособление различное. Вот такая штучка. И вот такая вот округлая. Вот какой-то микробиологический препарат. Для удобрения почвы, я так понимаю. А вот он. Здесь тоже. Я так понимаю, что цена, наверное, 6 рублей, 43 какой-то. Вот такие штуки для сбора ягод. Так вот раз, раз, туда попадает. Тоже 6 рублей. Чистящая, моющая. Вот таблетка для посудомоечной машины. 110 штук. 42 рубля, 45 копеек. Другой литр. 7 рублей, 31 копеек. А это что-то от накипи. Машин стирали. Это 6 рублей, 5 штук. Подвески рай с сеней. Хочешь? Нет, не хочу. А какие? Я такие в том году покупала. Но вы больше покупали? Нет, такие. Побольше. Но одну или две покупали, больших? Нет. Такой набор разобрал? Да. Набор был. Хорошо, что ли? Сколько они стоят? А тут мы видим. А, вон, 12 рублей. А мы в том году покупали по 8. Здесь вот мини-парники. Вот так вот они выглядят. Вот такие цены. Гранулы от муравьев. 3 рубля 17 копеек. А вот что-то от кротов. Сколько оно там стоит? 1 рубль. Побелка для деревьев. 2 рубля 13 копеек. 17 рублей. Большой 10 копеек. 17 рублей. Удлинитель. А, для одного... Сколько метров. Сколько метров? 25 метров. Хороший кинсер. Ну, и даже где-то много дальше. Канистры. Канистры вот. 10 литров. 4 рубля. Дай-ка, ты проведешь. Смотри, тут 5 часа. Слышишь, сейчас все. Светильники на даче. Вот такие вот. 10 рублей. Шланг 18 рублей. Сколько там метров? 30 метров. Курма, кстати, недорогая. Ну, да. Пленка для парника. 9 рублей 76 копеек. Вот такое ограждение для клумбы. 6 секций. 10 рублей 92 копейки. Такое достаточно хлюпенькое. Ну, как стандартное. Черенок для лопат. Рубль 49. Набор чайный. 12 предметов. 21 рубль 86 копеек. Вот такой. Кухонная доска разделочная. 8 рублей 13 копеек. Вот такая. И вот такая многофункциональная доска. 10 рублей. Вот такие вот стойки продают на колесиках. Очень, кстати, функциональная штука. Есть такие места, куда... Да? 21 рубль. 21 рубль стоит. Идея тоже. Новая Икея будет у нас. Идея. Две секции. Две секции. Две секции. Ездит. Вот оно на колесиках. Прикольно. Тазы различных. Расцветок и... диаметров. Я себе вот такие емкости купила. на кухню, мне очень нравится для сыпучего, для конфеток туда насыпаю, кстати цена хорошая, я покупала дороже на Вайлдберсе, 4 рубля 62 копейки, подушки, одеяло, подушка спальная, стеганая, размер 68 на 68, 10 рублей 55 копеек, 70 на 70, 8 рублей 90 копеек, ну то есть вот смотрите, такая ваза для фруктов, очень кстати неплохая, 12 рублей 27 копеек, кувшины, 3 рубля салфетки бумажные решили взять вот такое бумажное полотенце, тодо или как, написано 500 листов, как бы я посмотрела, нет это такое оно не такое, это бумажное, а то такое как, в общем другое, ну мне такое не нужно, салфетки влажные, 120 штук, рубль 54, различные специи, приправы, наполнитель для туалетов питомцев, 4 рубля 28 копеек, 7 килограмм, конфитюр, оливки по 2 рубля без косточек, 2,80, бензюэль, шампиньоны, фасоль, до сих пор целью, даже силуешься, Коля, иди, морская соль, даже не для питания, наверное, на чисто морской воду, на солнце, соль морскую взяли, пищевую, картофель, здесь вот, молока мы все равно не купим нашего, да, соль тисон, 4 рубля 48 копеек, сколько здесь, а это цена за килограмм, вот здесь уже кто-то попробовал силу моря, открытое, кто-то не удержался, наверное, просто выбирал между этими тем, да, я решил, что у вас сербонушка, сколько эта сила моря стоит, рубль 17, а тут смотри, разные силы моря, такие, такие, розенькие, а такое мы как-то покупали, так себе удовольствовать, оно сладкое, сладкое, ядреное, печет очень, да, вот этот сыр мягкий, рикотта, от Бонфеста, очень вкусно, это туров, по-моему, я взял, это что? макаронные изделия, рожки, любительская бутылка, да, не надо квас, возьми вот эти две, две, он с собой, так нет, нет другого вкуса, только такой, сейчас упадет, упадет вот это, может пиво кому интересно, вот старый мельник, 0.45, 1 рубль 9 копеек, вот мы видели, на кассе люди прям вот такими вот, ну как они называются, прям упаковками берут, но оно видно, да, очень ходовой товар, потому что много его, значит, пользуются спросом, раз есть предложение, значит и спрос тоже, квас лето 1 рубль, ну это что-то, а с ароматом кваса, какое-то лето с ароматом кваса, а вот лимонад, как в детстве, видите, в бутылках, вот с такой вот пробочкой, сколько он стоит, 0.5 стоит рубль 14, он газированный, мы такое не пьем, хотя в детстве вкусно было, а вот нектар, муж смотрит, нектар сливовый, с мякотью, а вон есть и яблочный, сливовый 2 рубля 0,9, яблочный рубль 64, я не знаю, написано, вот я прочитала, что написано, а где мне указателя нету, стрелочки для нас, хочешь возьми, давай попробуем, так давай попробуем, не хочешь взять, ну я не знаю, вдруг он вкусный, давай попробуем, а почитай, что там пишут, ну потому что слива, конечно, он с осадком, не хочешь, ну что пишут, читай, что пишут, свежая слива, антиокислитель, кислота, сахар, вода пищевая, ну что такого особого нету, что рысь такой нормально, ну если так верить, то что написано, вот какой-то пивной напиток с оленем, пиво светлое, пастерилизованное, клинское, рубль 0,3, светлое тоже, ну короче это одно и то же, какао у меня есть, потому что мне предлагают купить какао, это какао-напиток, он мне не подойдет, Коль, какао 300 грамм, рубль 67, это сухой напиток, горячий шоколад, рубль 86, цикорий, 2 рубля 19 копеек, чай, вот такой, 2,63, 200 грамм, водка сувенирная, 0,5, актуальные названия, заметно карту, 4 рубля 45 копеек, конфет, вон куча разных, поджиг, вышли мы уже из светофора, купили все, кроме того, что было нужно, порошок, ничего не купили, сейчас заедем в 3 цены, может там что-нибудь, полный багажник за 20 рублей, да, за 20 рублей, за Талии 26 рублей, весь стол, да, какой-то чепухи, купили, ну багажник целиком полный, ну учитывая, что у меня там формочки обелиненные лежат, и что, короче, это, наверное, наша вода упала, там у меня клубника лежит, саженца клубники, если на нее еще что-нибудь упадет, ее придарит, ну в общем, вот, мы сейчас ездим в 3 цены, за порошком, главное купить только порошок, и более ничего не купить, потому что мы, вот видите, ехали за порошком, купили все, кроме порошка, так что, мы такие, как и все, наверное. Решили зайти в фикс прайс за порошком. Вот дождевик для ребенка. А что, кстати, прикольная штука. Ну вот дождь идет, одел и погнал. Наверное, где-то дальше порошки. Это, который купили, отрасль на мне не подходит. А это не мужская, наверное. Женская, я такое не хочу. А имеет значение? Да. Сейчас еще здесь порошок, что ли, не купим? Ну, чтобы вы понимали, порошка тоже нет здесь. Дефицит. Дефицит, Коля. Что это такое? Держать здесь для телефона, смотрим. Вот это фольга саянская, мы покупали. Очень классная, мне нравится. Прочная, прочная, не рвется. Бывает такая, что дотронешься до чего-то случайно, и она рвется. А это прям такая, очень прочная, хорошая. Вот 7 рублей. 10 метров. Смотрите, какие зефирки. Мы возьмем себе такие. Зефир Зевс Фондю. Что написано? Ну, как обычно, точно. Вот какие-то мультизлаковые конфеты с темной глазурью, с белой глазурью. Решили взять сушеных бананов себе. А ты же хотел шоколадного. Не будешь брать? Они, что-то сушеные. Я не знаю, что сушеные. Чипсы банановые. Вот что вы думаете? Все равно мы не купили ни молоко. Ну, понятно, что пикс прайс это молока нет. Не купили ни молоко, ни стиральный порошок. Зато бананы сушеные. Зато купили зефир и сушеные бананы. Еще хотели купить сачок. Бабочек лови. Это я сказала. Не было его. Не было его просто. Мы хотели купить. Мы хотели. Но там его не было, к сожалению. В общем, да. Мы куда сейчас поедем? Поедем сейчас, заедем в этот, грошик. Коюсь, как порошка. В общем, поедем посмотрим в грошик. И главное, ничего сейчас не купить еще не нужного. Потому что уже скоро дома будем переступать все покупки. В общем, так. Сачок мы купили. Потому что я болтушка. Мы заехали в другой фикс прайс. Специально за сачком. Вот. И сейчас зайдем в Милу. Посмотрим. Возможно, там есть порошок стиральный. Если нет, будем искать. Ну, в Милу зашли. А что это такое дешевое? Надо каточать. Не знаю. Это даже на ней порошок. Мара. Мара. Сколько? Два килограмма восемь. С половиной восемьдесят девять. Мара, кстати, нормальная. Откуда ты знаешь? Ты пользуешься? Ну, а что я не говорю? Ну, что же, они марой пользуются. Ну, так оно все. Можете. Спасибо. Я знаю, что не помешал. В общем, мы решили, купили мару. Решили поддержать белорусского производителя.